Друзья, приветствую вас на канале Хоббит Варгеймер С вами Хоббит И как видите, сегодня я Решил прихорошиться Приодеться Прести себя в порядок, так сказать И это неспроста Сегодня у нас на распаковке Будут девчонки Поэтому можно сказать Это свидание Что ж, такая вот у нас Коробочка Ничего необычного Абсолютно Ну, можно полюбоваться артом Различными здесь Частями Обнаженных, полуобнаженных Женских И не совсем И женозмеиных тел С обратной стороны Мы видим, что миниатюры у нас В фиолетовом будут таком цвете В таком мы еще вроде их не видели Гава открывает для себя Палитру Может быть мы в скором времени Ну, или хотя бы когда-нибудь Видим миниатюры Например, комбинированные Из нескольких цветов Ну, это уже такая Влажные, скажем так Мечты Ну, что сказать Пять бойцов нас ждут И, в принципе Все остальное, как обычно Количество карт и прочее Давайте Открывать, что ли Так Коробка у нас уже Чутка Согнется Но в этот раз Она без Без повреждений Обошлась Но Все равно выбрасывай Я такие вещи не храню Так, вот они Наши Фиолетовые литнички Так, ну литники мы Отложим пока в сторону Здесь у нас еще инструкция Давайте Чисто ради проформы Ее Полистаем Вижу хвост Вижу девчонку с хвостом Ну что ж, как всегда Ничего интересного Ну и Карточки Карточки мы также Будем смотреть Позже Теперь давайте Переходить к литникам Так что ж Литнички Да, кстати Включил еще дополнительный свет Так на всякий случай И на себя И на литники попадет Что ж Первый попавшийся Взял литник Так Здесь мы сразу видим У нас Моргвейн Судя по всему Она такая у нас С кубком Да, у нее Такой тут литой Литая кераса Такие вот Симпатичнейшие Поножи С черепами Так Прицелиться На них Вот В принципе Ну такие Темные эльфийские Я бы сказал Да, какие-то С какими-то Лезвиями То ли еще с чем-то Они Так Хвост Как зовут Даму с хвостом Еще неизвестно Посмотрим Статы попозже Грива чья-то Волос С косичками И просто Да, обычно мы Кстати, начинаем С баз Но Они у нас Тут разнесены В данном случае Поэтому Можно сейчас Посмотреть Ну По орков Честно говоря В предыдущем В предыдущей Распаковке Поинтереснее Здесь какие-то Камни Ну Черепа Снова Честно говоря Ну да Тут Они как бы Покрошенные Не знаю Поломанные Просто лежат Тут Часть Хвоста Да Хвост Делаем Классно Честно говоря Такие чешуйки Прям Так Здесь нога чья-то У нас такая Таким острым Острым коленом Бьет Субастата Или просто Выпендривается Так Это судя по всему Маргвейн Все та же У нее такая Корона Глефа С этой стороны Есть что-то У нее Лицо Смотрите Полюбуйтесь Такая вот она Кричащая Так Здесь как раз Можно увидеть Лучницу Такую вот Лук у нее Классный Такой В виде змей Да В две стороны Змеи Так сказать Расходится От рукояти Колчан Спина Накачанная Руки Все на месте Не Венера Милосская Конечно Так Грива Тоже Грива Волос Здесь у нас Еще Брюшко Змейное Вместе С нагрудником Собственно Воительницы Данной Ну Первый литник Посмотрели Так Второй Давайте посмотрим На базы Базы в принципе Абсолютно Такие же Только без Уже Возвышений Каких-то Черепа Камни Веточки Какие-то Здесь как будто Колесом Проехался Кто-то Ну на самом деле Здесь 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 у нас Змея Змея Точнее Часть Девицы Здесь тоже Что-то Непонятное Какие-то Растительные Элементы Перемешку С Не знаю С чем-то Еще С каменными Так Вот это Интересно Тут у нас С хвостом С хвостом Воительницы Так Что-то Она у меня Не попадает В фокус Попробуем Что-то Совсем Никак Ну-ка 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 Ой-ой-ой Что-то Случилось Ладно Перевернем Может Что-то Получше Будет Так Вот она У нас Ну и Рожа у тебя Конечно Как в том Фильме Так Ну в общем Пришлось Остановить Это безумие С кривым Автофокусом Чтобы Так вот Показать Теперь нормально Фокусируется Вот она У нас Крупным планом Маска Конечно Стремная Девчонка у нас То ли лысая То ли бритая Ну скорее всего Бритая Вот Но Как бы Выжить Разных Девчонок Любим Поэтому Такие тоже Нам сойдут Так Это у нас Такая Ноунейм Воительница Я бы сказал Достаточно Дженериковый Такой Позе Такой Как сказать Бичка Такая Классическая Значит Ноги Расставила Злобно Злобно Щурится И Мечи Тоже она Растопырила Скажем так Свои И У нас Что-то Где-то Вторая Есть Такая Похожая Но Она У нее Конечно Поза Другая Но Тем не менее Ее тоже В две Стороны Мечи Это Интересно Прямо Так А это у нас С хлыстом С хлыстом Девушка Она Оголела Оголела Свой живот Вот Грудь у нее В таком Бронированном Бронелифчике В общем Она Самая Интересненькая Фигуристая Я бы сказал Из всей команды Ну еще Конечно Змея Тоже такая Интересная Тянет меня На всякие Извращения Так сказать Да все Наверное Ну вот Вот еще Мы наверное Вот этот Биц не посмотрели Вот уже так Нам много Времени Им уделили Пора Наверное Послушать вам Про Бэкбанды Посмотреть На миннички И потом Мы будем Смотреть Уже Карточки Марати Отправила Маргвейта Кровавленную И ее Смертоносный Эскорт Зериную Могилу На поиски Некогда Спрятанного Там осколка Кхайна Теневые Тропы Привели К горе И отряд Тут же Понял Что их Цель Близка Ведь Ничто Больше И создавать Настолько Реальные Отголоски Битв Что некогда Сотрясали Зериную Могилу До основания На самом Деле Однако Их поход Был бесплотной Затеей Ведь Марати Знала Что никакого Осколка В карах Не было Маргвейт Публично Унизила Свою Подчиненную За что И была Направлена Зериную Могилу По ложному Следу И все же Это слабая Кара Для королевы Ведьмы На просторах Древних Залов А их решимость Сможет позволить Им избежать Мертвой Хватки Звериной Могилы Итак Добро пожаловать Во вторую часть Или Во вторую половину Ролика Где мы Смотрим Карты И Хочу сказать Что я Эту часть Записываю Спустя Больше Чем Неделю После того Я снял Первую половину Ролика И В тот вечер Я хотел Я думал Что Я Сниму Все Я уже Начал Это дело Достаточно Поздно Но Не смог Захотел Спать И такое Подумал Ладно Сниму Завтра Завтра Проротилось Послезавтра Послезавтра В послепослезавтра А потом Я поехал К Андрею Мы потестировали Банды В общем Снимаю Я все Это дело Уже после Того Как Удалось Поиграть Бандой Хотел Я вас Подружески Развести Там Притвориться Одеться В ту же самую одежду Даже Буви Фейс Сделал Но В общем По одному Всту Наверное Так нехорошо Делать И Все равно Догадаетесь И Поэтому Решил Поделиться Правдой Жизой Так сказать Ну Такое Бывает Да В это время Пилить контент Не Особо Много И Чаще всего Это делаю Очень поздно Вот Ладно Давайте Уже Перейдем К карточкам Смотрим Карты Бойцов Начинаем С лидера Маргарит Окровавленная Оружие У нее Глефок Хайна Дальность 2 Попадание 2 кубика На молотки 2 демоджи Наносит Рассекание Уже В принципе Такая Средненькая Атака Но При этом Улучшается Еще Рассеканием На мой взгляд Услови Водушевления Третий Раунд Ну Что ж Наверное Это же Не все А это Точно Не все Не сможем Мы Дождаться Третьего Раунда Чтобы Всех Водушевить И Здесь Есть Специальное Свойство У Марквейт И Кстати Называл В первой Плани ролика Все Марквейн Но Да Все таки Это Марквейт Ну Не очень Привычно Честно говоря Русскому Русскоговорящему Человеку Скажем Так Этим делом Озвучивать Эти названия Но Тем не менее Таинство Крови Выбирайте И вдохновляйте Одного Дружеского Бойца Каждый раз Когда выводится Из строя Вражеский Боец То есть Не мы Убили А он Просто Вывелся Из строя Да Ну Там Видите Делайте Это После Каждой Реакции На действие Или Гамбит Который Вводит Из Вражеских Бойцов Из игры А также После Любых Реакций Выведенных Из игры Вражеских Бойцов То есть То есть То есть Ну в общем Во всех случаях Когда выводится Вражеский Боец Мы выбираем Бойца В частности Это может быть Та же Маргвейт И Мы Их Водушевляем По одному За раз Статы У нее 4 Гекса Движения 2 кубика На ворот Очень даже Неплохо 4 жизни Тоже Вполне Такой Неплохой Показатель На мой взгляд Водушевленная Маргвейт Получает К своей Атаке Она получает Прибавку Плюс 1 К атаке Ну к демиджу Получает Также Кубик На Не кубик Простите А плюс 1 К движению Плюс 1 Гекс Она получает Во всем Старом Она остается Такой же Давайте Дальше Смотреть Кхамис Или Кхамис Атаки У нее Шипастый Кнут Это Дальность 2 3 кубика На мечи И 2 Демиджа Очень Даже Даже Неплохо Но Комбо Еще Есть У Этой Атаки То есть По идее Мы После Этой Атаки Мы Можем Играть Карточки Со Свойством Сделать Этой Этой Неплохо Неплохо Бредный Я так понимаю Что Если На вас Еще Висит Какой Апгрейд Вы Можете Также Побить И Им Потому Что Вроде Как Ну Либо Я Здесь Ошибаюсь Либо Должно И то И то Тригериться Но Либо Надо Будет Выбирать Притяный Щит Или Другой Комбо Атаку Напишите В комментариях Кто Разбирается Лучше Может Быть У нас Есть Такие Люди А я Надеюсь Что Они Есть По Профилю Она 4 У нее Дальность Движения Один Кубик На Уворот И Также Два Два Хита Что На самом Деле Очень Немного Учитывая Какая На самом Деле Она По Своим Атакам Она Достаточно Крутой Боец И В Принципе Она Может Вдутся От Одной Атаки И Не Круто Вдохновленная Она В принципе У нас Изменяется Сейчас Я вам Скажу Бритный Щит У нее Начинает Бить На Мечи Да Попадать Ну Плюс Один Кубик У нее Плюс Один Дэмэдж К этому Профилю Также Она Получает Как и Маргвейт Плюс Один На Движение Кубик Ну У ворот Она Получает Еще Один И В принципе Все Она Достаточно Неплохо Апгрейдится И На самом деле За Билку Маргвейт Я бы На самом деле Ее Наверное По крайней Как вариант Апгрейдить Ее Может быть Конечно Еще Вешать Ее Какой Нибудь Плюс Жизни Что 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 Так Кири Охотник Это Наша Прекрасная Нага Кстати Мне Очень Нравится Здесь Арт Она Такая Здесь Задумчивая Какая Это Такая Прикрыв Глаза Прикольно На самом деле Выглядит Метящий В сердце Лук На самом деле Это По-моему Самый Крутой Лук В игре На данный момент Я Честно Гля Не знаю Но Он Стреляет На 6 3 Кубика На мечи А Также 1 Дэмэдж Наносит Ну В принципе Что Стандартно Для Лука Но Также У него Есть Ловушка То Есть Да Он Игнорирует Защиту На Вороты Также Она Третий Раунд Водушевляется А Да Жертвенный Нож В принципе В ближнем Бою Можно Еще Побить Жертвенным Ножом С дальностью 1 Кубика На мечи И 1 Дэмэджем А Также Ходит Она У нас На 5 Сразу По умолчанию 2 Кубика На Уорота И 3 У нее Жизни Что В принципе Неплохо Да Здесь Все Очень Неплохо В ее Статах Этого бойца Нужен На самом деле Очень береть Он Дико Тактикульный И Как видите Движение 5 Дальность Лука 4 Это 9 Эксов У вас Получается Ваш радиус Контроля Скажем так Давайте посмотрим В вдохновленный Профиль Метящий В сердце Лук У нас Становится Супер Точный Он Получает Плюс 1 Кубик На Нет Вру Он никаких Кубиков Не получает Он Начинает Бить На Молотки Вот Он Становится Супер Точный Он еще В плюс К ловушке Он еще Рассекание Получает А жертв Нож У нас Начинает Атаковать На 2 2 Дэмэджа И Плюс 1 Кубик На Мечи Вот В принципе Больше Она никак Не улучшается На самом деле Она Если была Крутая То Водушевленная Она Становится Еще Круче То есть В принципе Кого-то Добить Или Держать Например На Дистанции Отталкивая Своими Атаками Да В какие-то Ловушки Может быть Даже Заталкивая Я считаю Очень Даже Вообще Боец Очень Классный И Наверное Это действительно Кандидат Номер 1 Я бы сказал Хаммес Наверное Все-таки Не первый Номер Но Вот Эта Охотница Кири Она К тому же Еще И Охотник Что Тоже Можно К Плюсам Отнести Она Кандидат Я бы сказал Номер 1 Или В топ 3 Давайте Так Чтобы Никого Не обидеть Топ Тех Кого Нужно Водушевить Вот Тут всего 5 бойцов На самом деле Поэтому Я тут Немножечко Пытаюсь Угодить Всем Наверное Дальше У нас Идут 2 девушки Вот такие Литир И Кирса Они Похожи Начну с Литир Как-то Она попалась Мне Под руку У нее Слава Достаточно Профиль Жертвенные Ножи Это Профиль Атаки Дальность 1 3 Кубика На Мечи И 1 Дэмэдж В третьем Раунде Она у нас Тоже Водушевляется Как и все Опять я Это говорю 4 У нас Этих Гекса На Движение 1 Кубик На Уворот И 2 2 У нее Жизни Больше Никих У нее Нету Здесь Способности Но Вдохновленная Она У нас Получает В принципе Плюс 1 Кубик На Уворот Плюс 1 Движение И Способность Жертвенной Ножи Если Во время Броска Атаки Выпадет 2 Успеха Или Более И Это Атакующее Действие Является Успешным Выполните Этап По нанесению Урона Дважды В принципе Наверное Неплохо Наверное Неплохо Учитывая Что Без Этого Всего Не Вдохновленная Она У нас Так Себе И Скорее Всего Эти бойцы Литир И Кирс Они будут Уходить У вас Первыми Ну По крайней мере Так Было бы Грамотно Размениваться С противником Скажем так В зависимости Конечно От вашей Стратегии Но Тем не менее Да Вот Кирса В принципе Все то же самое Профиль атаки Такой же Водушевление Такой же Нижние Статы Такие же Но У нее Уже Не Вдохновленный Идет Специальная Способность Жертвенные Ножи Так Друзья Постараюсь Ускориться Давайте Смотреть Фракционные Карты Идеальная Точность Так Начнем Мы С Гамбитов Да Пауэркарт И пойдем Дальше Идеальная Точность Можете Перебросить Один Кубик Атаки Для Броска Атаки В первом Атакующем Действии Совершаемым Дружеским Бойцом Преследующей Активации Круто Классика Они у нас Девчонки Все это дело актуально Невероятное Проводство В следующую активацию Все дружеские бойцы Кроме Кири Считают Смертельные Гексы Обычные И могут Двигаться Сквозь Занятые Гексы Но не могут Заканчивать На них Своё движение В принципе Когда я играл Этой бандой Я один раз Эту карточку Использовал И была она в тему Не могу сказать Что она Может Постоянно Засегдатаем Колодой Но тем не менее Полезная Бывает Вырезание Руны Сыграть С дальностью 1 Или дальностью 2 Дружеские бойцы Оно до нанесения Урона Если во время Броска Атаки Выпал Один Крит Или несколько Получите Одно Потраченное Очко Славы В принципе Может И сыграть И в принципе Карточка Это Удавалось Ей воспользоваться Безудержная Ярость Выберите Одного Вдохновленного Дружеского Бойца Выбранный Боец Совершит Действие Движения Не давайте Выбранному Бойцу Жетон Движения На это Действие Девчонки И без того Достаточно Быстрые А это Их Еще Более Мобильными Действует Кровоклятый Яд Реакция Сыграть Эту карту После успешного Атакующего Действия 1 или 2 Дружеского Бойца Бросьте 3 кубика Атаки 3 Неплохо За каждое Выпадение Крита Цель Атакующего Действия Получает Одну Единицу Урона Я считаю Что шанс Достаточно Высок Этого И это Неплохая Такая Штучка Нанести Побольше Еще Урона Учитывая Что сами В принципе Они по базе Не очень Много Наносят Катахизис Убийств Когда Рваный Речитатив Смертоносной Молитвы Достигает Пика То же самое Случается И с Кровопролитием Это я По ошибке Прочитал Флав Текст Выберите Одного Дружеского Бойца Этот Боец Становится Вдохновленным Ограничено В поле боя Я так понимаю Это неплохо Это еще одно Вдохновление Причем Абсолютно Бесплатное И Актуальное Багрияное Восстановление Крововый дождь Наполняет Плоть энергии Крутой На самом деле Текст Но В чем же Смысл Маргвейт Опять же У нас Ограничено Исцелите На Один Кажестного Дружеского Дружеского Бойца Находящегося В пределах Двух гексах От вашего Лидера Ну Я не знаю Кого тут Исцелять Честно говоря Учитывая Что все Они по Две Дырки В среднем Но Жаль Что Но Лидер Видимо Тоже Исцеляется В данном Случай Поэтому Думаю Что можно Это использовать В принципе Но Так Очень Ситуативно Ярость Фанатика Реакция Сыграть Эту карту После того Как дружеский Боец Провалит Свое Атакующее Действие Этот Боец Совершает Атакующее Действие Ну Это в принципе Классика Промахнулись Ударили Еще раз Я люблю Такие Карточки Фанатичная Но Вы 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 При этом Получаете Всего Динечку Урода Что Спасает Ваших Достаточно Хлипких Девчонок Вы Муштруваны До совершенства Выберите Одного Дружеского Бойца И до Одного Расположенного Рядом Дружеского Бойца Наделите Каждого Выбранного Бойца Одним Жетоном Стража Как раз Двух Девчонок Там Эту Кирию И Литир Кирсу И Литир Вы ставите Куда-то Вперед Выводите Ну И допустим Эта карточка Вам приходит Достаточно Рано И ставите Их На стражу В принципе И они У вас стоят Что-то там Держат Фронтлайн Ваш Но это Так На самом деле Больше В таком В вакууме Рассуждение Смертельный Танцор Пошли у нас Апгрейды Реакция После атакующего Действия этого бойца Не являющегося Частью супердействия То есть Не являющейся Частью Нападения Движения Плюс атака Оттолкнуть этого бойца На 1 гекс В принципе Ну как Неплохо Это у нас В принципе Подобные карточки Есть Нейтральные Вот Ну тут уже От игрока Решать Пользоваться Таким или нет В целом Если играть Только фракционные колоды Карточка Может быть Полезной Чтобы Вовремя Сваливать Например Руна резни Плюс 1 к урону Наносим Атакующими действиями С дальностью 1 или 2 Этого бойца За каждое Выпадение Крита Во время Броска Атаки Ну в принципе Неплохо Такую штуку Иметь Но Тратить за это Глорик Я не знаю Только если В какой-то Лейтгейм Или Если Ничего Лучше этого Нет у вас Победитель В 1000 дуэлей Реакция Во время Атакующего действия С дальностью 1 Нацелен на этого бойца И проваленного Перед этапом По отбросу назад Бросить 1 кубик Атаки Если выводит Молоток Или крит Этот боец Не может быть Отброшен назад И может совершить Атакующие действия Целью является Нападавший на него Боец Вот Тоже такие карточки Люблю Нас Побили Мы побили В ответ Как это называется Репост Вдохновленная атака Плюс 1 кубик К атакующим действиям Этого бойца Пока этот боец Удерживает цель Ну Цели девчонки Удерживать должны На мой взгляд Строить От этого Свою стратегию И В целом Это неплохая карточка Для Как раз Такой стратегии Ну Та же лучница Может сесть Конечно Тут она и показана На картинке Кружащаяся плеть Это у нас Апгрейд Для Кхамис Кровоточ Истекая крови Под моими Стремительными Ударами Цитата Кхамис Итак Кхамис у нас Получает атаку Профиль атаки Кубик на Продон Один гекс На движение Три кубика На мечи И Два Демеджа Значит Она наносит И при этом Способность Выкашить Ну Круговая атака В простонаречии В простонародье Не знаю Честно говоря Я вообще Не очень Люблю Эти Круговые Атаки Вот Как-то у меня С ними Не складывается Но Как бы Такая вот Карточка Старый меч Профиль Атаки Значит Дальность Один гекс Три кубика На мечи Два Демеджа Реакция После этого Атакующего действия Если оно было успешным Исцелите На один Этого бойца Ну Собственно Опять же Я раньше уже говорил Про исцеление Что я думаю Об этом Багряный осколок Вы можете Перебросить Им кубик атаки Для бросков Атаки Атакующих Действий С дальностью Один или два Этого бойца Ограниченный Маргвейт Ну Это хорошо Как бы Она достаточно Маргвейт Достаточно Сильный боец Поэтому Улучшить ее Всегда хорошо Следующее Улучшение Также для нее Реакция Когда этот боец Вводится из игры В ходе атакующего действия Вражеского бойца Или гамбита Вражеского отряда Но Перед урением Этого бойца С поля битвы Каждый Расположенный Рядом Вражеский боец Получает Одну единицу урона Ну В принципе Ситуативно Честно говоря Так или иначе Боец Получит Один урон Если забыл Или Просто подошел Рядом Мясник Верховного Оракула Ограничена Кирия Вы помните Кто такая Кирия Это у нас Охотница Что же Можно с ней Сделать Как ее улучшить После атакующего действия Этого бойца Который Вывел из игры Расположенного Рядом Вражеского Бойца Вы получаете День Дополнительный Очко Славы Ну Это Только на Получается Ближний бой Такой вот Томов Оферинг Грубо говоря Узкоспециализированный Так Восторженная Оборона Это для Наших Девочек Пушное Мясо Скажем так Не знаю Как их более Ласково Назвать Восторженная Оборона Плюс Одна Защита Ну В принципе Делает Из них Еще Более Стойких Защитников Скажем так Вот это Мне нравится Это Показывает Как бы Их На самом деле Ну Роль На поле Боя Быстрая Жертва Начинаем Смотреть Карточки Цели Ну Как всегда Идем С С С С С С С Мгновенных Вы Зарабатываете Немедленно Когда Дружесная Лидия Или Кирия Совершает Атакующее Действие Которое Вводит Из игры Вражеского Бойца Ну С дальностью 1 Или Дальность 2 То есть Уже Дальнобойной Атакой Кирии Не получится Нормально Можно Посвящение Кхайну Вы Зарабатываете Немедленно Когда Дружесная Бойца Атакующим Действием С дальностью 1 Или 2 Выводит Из строй Вражеского Бойца Удерживающего Цель То есть Опять Лучницей Тоже Не получится Это Совершить Опять же Враг Держивать Цель А если В целом Не собирается Того Делать Вопросик Идеальное Убийство Вы Зарабатываете Немедленно Когда Атакующее Действие Дружесного Бойца Но есть Точно Такое Количество Урона Которое Необходимо Для Выведения Цели Этого Бойца Из Игры Но Это В принципе Возможно Потому Что Атаки У них В целом Не очень Сильный Но Максимум 2 Средний Скажем Я думаю Что Нереально Обряд Крови Мгновенная Вы Зарабатываете Немедленно Когда Дружесный Бойц Удерживает Цель Удерживающий Цель Совершает Атакующее Действие Которое Выводит Из Игры Вражеского Бойца Но Как Видите Тут Все Нововведение Из Игры В данном Случа Достаточно Ситуативная Карта Итак Представляю Ваше Внимание Топ 5 Карт По Версии Ресурса Warhammer Underworld Database Точнее Карточки Которые Наиболее Популярные Сейчас В Деках Которые Пользователи Там Выкладывают Первая Карта Скрытая Цель Мгновенная Вы Зарабатываете Немедленно После Активации Если Ваш Отряд Удерживает Две Цели Или Более Ну Это В принципе Вообще Изи Особенно Для Банд Которые Играют От Контроля Это Прям Подарок Быстрый Поиск Сыграть Эту Карту Лишь В том Случае Если Ваш Отряд Удерживает Одну Или Неск Целей Возьмите До Какую-то Карту Силы Получить Возможно Которая Важна Для Вашей Стратегии И для Глориков Абсолютно Неподвижность Двойная Вы Зарабатывает В конечную Фазу Если Дружная Добыча Удерживает Цель И У этого Бойца Несколько Движения Или Нападения В принципе Тоже Да Интересная Карта Наверное По той Причине Что У нас Многие Хорошие Апгрейды Делают Избавиться От добычу А также У нас Есть Тот же Хродгорн Который Всех Делает Добычами Вот И В принципе Ну Жетонов Нападения Нет Те же Девчонки Например Из данной Деки Дочери Хайна Они В принципе Могут Даже За Специальную Да Специальную Пауэркарту Они могут Пойти Но не Получить Жетон Движения Поэтому Или можно Попушить Кого-то В точку Но В общем Можно Достаточно Быстро Получить Эту Карту В принципе Как мне Кажется Пополнилась Наша Коллекция Янтарного Оружия Ну Точнее Оружия Из янтарной Кости В данном В данном Случа Это у нас С профилем Дальность 1 2 Кубика На Молотки И 2 Дэмэджа Средненький Такой Профиль Но Вы можете Перебросить Любое Количество Кубиков При броске Атаки А также Как и все У нас Карты Из янтарной Кости Оружия Из янтарной Кости У нас Есть Свойства Если Атакующие Действия Вводят Вражеского Бойца Из строя Сбросите Эту карту И получите 1 очко Слава В принципе Хорошая Штука И позволяет За счет Переброса Скорее Достичь Вашей Цели В Убийстве Вражеских Бойцов И Пауэр Карта Блестящий Триумф Реакция Сыграть Эту карту После Атакующие Действия Дружеского Бойца Вывел Из игры Расположенного Рядом Вражеского Бойца Считается Что Ваш Отряд Теперь Удерживает На одну Цель Больше Эффект Длится Пока Этот Дружеский Боец Не будет Выведен Из игры Или До начала Следующего Рана Но Это Как раз Карточка Которая Очень Помогает Бандам Которые Играют От контроля В принципе Вот И Позволяет Им Быстрее Достигать Их целей Или Надежнее Как минимум В принципе Это все По универсальным Картам Каких-то Особых От меня Пиков Не будет Я В принципе Согласен Это хорошие Карты И я бы Наверное Сам бы их Тоже Выбрал Из всего Этого Много Что Ну что ж Итоги Первый раз Так получилось Что Банда Банда Я смог Поиграть В процессе Создания Анбокса Распаковочки И Могу сказать Что Банда Мне очень Понравилась Я Честно говоря Ожидал от нее Меньшего Но На мой взгляд Универсальная Колода Достаточно Сильная Она Хорошо Скомпонована Она такая Сбалансированная Я бы сказал В ней Достаточно Небольшое Количество Этуативных Карт И Когда мы Играли Бандой Ночерей Кхейна В принципе И я И Андрей Мы Примерно Одинаковое Количество Глориков Заработали Под конец Игры Ну и Отходя От правил Дек Прочего В целом Если говорить О Самой Банде Это Первая Банда Да Целиком Состоящая Из женских Персонажей Миниатюры Получились Достаточно Динамичными При этом Женские Персонажи Выглядят В них В них Нет Знаете Такой Выпирающей Из всех Щелей И Такой Супер Подчеркнутой Сексуальности При этом Они еще Выглядят Достаточно Брутально И В целом Ты Ну прям Представляешь Себе Свирепых Таких Амазонок И Кровожадных Бойцов Скажем так Вот Поэтому Здесь Компания Гизоркшоп Конечно Она Некий Такой Баланс Соблюла Что ж Друзья На этом Пока Все Банды Маргвейт И Банды Маргока Вернутся В ролики В котором Мы столкнем Их На поле Боя И посмотрим Кто Сильнее Ну а Вы не Забывайте Подписываться На канал Ставить Лайки Оставлять Комментарии Рассказывать Про наш Контент Друзьям И С вами был Хоббит Wargamer Я желаю Вам Удачи И До новых встреч Пока Субтитры